Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Разрешается ли Великим постом употребление алкоголя? Да, разрешается и даже предписывается уставом, который можно найти и в книжке богослужебной, постной триоди, и в кормчей книге, но, конечно же, непринудительно. Некоторые пользуются этими ссылками для понуждения и не пьющих, и не желающих употреблять алкоголь, от чего всякое благо бывает в жизни, ссылаясь на некоторую обязательность, предписанность в уставе. Но устав, надо сказать, не предписывается, а только позволяет в праздники церковные, это прежде всего субботние и воскресные дни, когда строгий пост, то есть совершенное воздержание не полагается, определенную меру, малую меру вина. Речь идет, как правило, все-таки в этих уставах, сложившихся в традициях православного Востока. Именно вино, они крепкие напитки, которые присущи нашим регионам. Так что, если три красавули в какой-то праздник упоминается вина в уставе церковном, это предполагает совсем маленькую порцию, может быть, Петра Первого, когда он принимал там стопочку крепкого напитка русского в адмиралтейский час, когда бил в полдень, перед обедом им воздвигнутый колокол на адмиралтействе. Но, опять же, это для тех, кому не вредит во многих русских монастырях, вовсе не допускается употребление алкоголя в связи с тем, что среди его насельников могут быть и, как правило, бывают кто-либо из страдающих, страдавших или еще страдающих зависимостью от этих напитков. И, вкусив малого, потом не может остановиться, поэтому не удивляйтесь, когда запивочка на приходах бывает с каким-то элементом когорчика, а в монастырях такая подкрашенная водица, а то и просто святая вода. Именно потому, что алкоголь все-таки, по предупреждению апостола Павла, имеет продолжение своей деятельности в организме человека, уже склоняя ко всякому греху. И плотскому, и всякому потере благоразумия. Поэтому Великим постом, хоть и допускаются в субботние, воскресные, праздничные дни употребление небольшого количества вина, оно всякое должно совершаться теми, кто знает за собой твердое следование мере и не стужит соблазном это вино ни для него, ни для его ближних. Ибо, как говорит апостол, если соблазняется от пищи, которую я принимаю, или от напитков можно прибавить, которые я пью, ближний мой, то это уже не дело любви, не буду вкушать мясо вовек, чтобы не соблазнить ближнего своего. Так в отношении спиртного можно четко для себя определить, что мера его, особенно Великим постом, это именно немногочисленные воскресные дни и праздники, и в той минимальной мере, которая не приведет ни самого употребляющего, к какой-то потере благоразумия, ни ближних его к соблазнам и искушениям. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.